На грязной автомобильной свалке, наполненной старыми машинами, появилась собака. Люди целый год подкармливали ее, но когда у нее родились щенки, кто-то догадался обратиться к волонтерам за помощью. Когда сотрудники приюта приехали, они принялись искать маму с малышами, но вместе с ней встретили кое-кого еще. Собачка, ради которой Лиза с коллегой отправилась в путь, выскочила им навстречу и радостно завиляла хвостиком. Было ясно, что она с теплом относится к людям и доверяет им, потому что они никогда не обижали ее. Внешний вид собаки говорил о том, что она недавно стала мамой, но щенков поблизости не было. Волонтерам сказали, что их было девять, но кто-то раздал их, поэтому осталось всего два малыша. Вскоре первый малютка появился в поле зрения и сразу оказался в руках волонтера. Мама щенка доверчиво смотрела на незнакомых людей и не возражала против их общения с ее ребенком. Вскоре собачку, которую назвали Вегас, посадили в переноску, а чтобы она не нервничала. Рядом с ней положили щенка. Лиза знала, что здесь есть еще один малыш, поэтому отправилась на его поиски. Вместе с коллегой она обошла всю автосвалку, а потом волонтеры решили проехаться по окрестностям, чтобы осмотреть местность. Их сердце едва не вырвалось из груди, когда они увидели малыша, он лежал, разбросав в сторону лапки, и не двигался. Малютка был мертв. Поняв, что здесь искать нечего, волонтеры вызвали службу, которая могла бы забрать погибшего щенка, и с тяжелым сердцем отправились дальше. В этот момент раздался звонок, и люди услышали еще об одном бродячем псе. Они отправились на свалку и увидели хорошенького песика, который смотрел на них выразительными глазками. Увы, в отличие от мамы со щенком, малыш не спешил доверять людям, а потому опасливо смотрел на волонтера и брал еду с осторожностью. Поняв, что так просто в руки он не дастся, сотрудники приюта воспользовались ловушкой, которая захлопнулась, как только пес потерял бдительность. Пойманного малыша назвали Бинго. И всю троицу отвезли в приют. Когда четвероногих бродяг помыли и накормили, они повеселели, хотя Бинго все так же испуганно смотрел на людей. Впрочем, именно этому недоверчивому мальчишке повезло больше всех, его взяла в свой дом семья добрых людей. Что же касается Вегас и ее щенка, то пока они находятся в приюте, но им тоже обязательно кто-то подарит свою любовь. Мы искренне желаем им этого.